итак всем привет в этом ролике мы с вами посмотрим на обновление 22h2 для windows 11 финальная версия обновления почему говорю финальная потому что сборка вышла в канал релиз превью и в канал бета это значит что более никаких изменений производится в системе не будет что будет microsoft делать с этим обновлением рассказываю сейчас сборочка находится в канале релиз превью сейчас будет просто она допиливаться накопительными обновлениями кумулятивными обновлениями обновлениями безопасности и осени точнее осенью будет выпущена в общий круг для всех пользователей но мы сегодня посмотрим на основные визуальные изменения я скажу в целом как работает данное обновление я понимаю что мне виртуальная машина но все таки поехали первое что мне бросается в глаза это вот здесь вот папки немножко другие вот эти вот папки поиски сохраненные игры проводник преображается это видно невооруженным глазом какие у нас еще есть изменения здесь перейду к самому интересному пользователи windows 11 после обновления 5 октября 2021 года на версию 21h2 ругались очень сильно на компанию microsoft потому что microsoft отключила эту замечательную функцию теперь эта функция прекрасно работает а еще мы можем меню пуск собирать папки то есть значки вот такие папки раз-два-три на неограниченное количество вот как выглядят эти папки еще и еще также мы можем расформировать эти папки просто перетаскиваем на меню пуск обратно эти значки и она расформировывается и еще раз раз два и три вот далее далее мы с вами зайдем в диспетчер задач преобразился диспетчер задач давайте посмотрим что у нас изменилось есть кнопка посмотреть это значит что можно выбрать развернуть все то есть чтобы все процессы были видны дерево процессов либо свернуть все либо группировать по типу или не группировать далее следующая у нас производительность вот так вот теперь выглядит складка производительность то есть процессор память ssd интернет ну конечно кушает очень сильно ну потому что на виртуальной машине на кушает почти половину мощности моего компьютера далее журнал приложений то есть какие приложения сколько ресурсов потребляют можно переключиться на просто открыть приложение это журнал использования приложения сколько использовалось сколько мегабайт потребляла и размер уведомлений то есть сколько занимают мегабайт уведомлений у этих приложений тоже показывать далее автозагрузка приложения то есть здесь мы можем включить и отключить автозапуск например я отключил чтобы microsoft edge не запускался далее также можно посмотреть свойства этого процесса именно процесса ну терминал нельзя ну это у нас пользователи какие пользователи сейчас зарегистрированы то есть учетная запись отсюда можно попасть в управление учетными записями пользователями далее у нас сведения о процессах архитектура вот здесь можно снять задачу уже это более детальный обзор здесь тоже можно снимать задачи процессоров здесь более детальней все показано это службы системные у нас еще есть шестеренка тут есть настройки поехали пробежимся по настройкам начальная страница по умолчанию мы можем выбрать производительность журнал приложений давайте мы выберем производительность скорость обновления в реальном времени как обычно можно выбрать низкая высокая установлена управление окнами поверх других окон свернуть при использовании скрывать свернуты другие варианты отображать полное имя учетные записи показать журнал для всех давайте закроем мы выбрали производительность я сейчас еще раз открываем диспетчер задач и у нас когда мы открываем диспетчер задач по умолчанию открывается производительность очень даже интересно сделано эта функция работает пользователи ругались но ее починили у нас починили 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 мне просто трекпадом неудобно все она работает все исправно система в целом работает очень даже неплохо очень даже неплохо тут у нас обновленный microsoft edge можно упорядочить вкладки давайте посмотрим группируйте связанные вкладки и настраивайте их используя имена и цвета щелкните группу вкладок чтобы свернуть или развернуть ее просматривайте вкладки и управляйте ими сбоку да можно сделать чтоб вкладки были сбоку настройки система startup boost это доступно и на mac osi тоже продлите время работы от аккумулятора это тоже доступно легко создавайте и маркируйте снимки экрана прямо из браузера замечательно вот ускорение запуска у нас уже стоит режим эффективности включен очень даже интересно давайте мы откроем ну у нас вкладки открыты вот включить вертикальные вкладки а вы знаете я вам скажу давайте зайдем на гитхаб а вы знаете так даже удобнее очень даже удобнее когда вкладки вертикальные здесь можно сделать вот так чтобы он не чтобы не было закреплено вот мы наводим курсор он все открывает новая вкладка вот здесь показывается какой сайт открыт очень даже неплохо подрос microsoft edge это все есть и на mac os браузер является кроссплатформенным поэтому вот эти радости жизни доступны пользователям mac os давайте мы переместимся на mac os вот допустим это тот же edge да включить вертикальные вкладки коллекции тоже вот все эти радости жизни доступны и на mac os в целом система работает очень даже неплохо я советую обновляться уже обновляться кто не хочет уже обновляться через инсайдерскую программу ждите совместимые компьютеры для несовместимого железа я показал что делать в предыдущем ролике показал чтобы наверняка я вам покажу версию системы 22h2 посмотрим активацию состояние активации активно здесь еще есть в настройках фокусировка очень хорошая штука фокусировка если видео понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал делитесь с друзьями это первый взгляд на новое обновление windows 11 обновляться советую система очень даже хороша не хочу делать долгий ролик минут на 30 и спасибо за просмотр увидимся в новых роликах просмотр внизу подозрение подозрение поездку подозрение подозрение Продолжение следует...